Здравствуйте! Вы смотрите программу «Жили-были на Дону». Мы рассказываем о жизни простых людей и о непростых жизненных ситуациях, в которых может оказаться любой из нас. Нет большей беды, чем плохие соседи. В этой программе мы поговорим о том, как быть, если соседи жить спокойно не дают. В одной из ростовских многоэтажек была общая беда. Странный сосед. Мужчина, можно сказать, в самом расцвете сил прошел афганскую войну, ушел на заслуженный отдых, хозяйственный, жил-поживал и принялся потихоньку в квартиру всякий хлам сносить. Время шло и стало всем жильцам в подъезде невесело. Квартира отключена от вода и энергоснабжения. Жилец превратил ее в склад хлама и редко появляется дома. Дверь в квартиру пенсионера не закрывается никогда. Захламил свою квартиру и на общий чердак позарился. Летом появляется дома редко. А когда возвращается, ведет себя неподобающим образом. Он свои нужды справляет в местах, где захочет, и на лестничной площадке, потому что у него санузел забит там полностью уже. Ребенок проходит по коридору, ему кричишь, ни за что не берись, ничего не трожь, пробегай быстрее, не дыши. Но это же не жизнь. В прошлом году жильцы сами вывезли из опасной квартиры три камаза мусора. Но все это сизифа в труд. Натащил нового. Впоследствии такого соседства жильцы опасаются. Крысы, тараканы, громкие гулянки соседа с гостями. Несколько раз вспыхивал пожар. Опасно. Горели, тушили пожар. Мангальчик стоит, вон там голубей жарит. Кошечки у него там сушатся. Вот. Значит, потом у него тело там один раз нашли, значит, потому что кто-то там у него умер. Помогать пенсионеру служба опеки отказывается. А жильцов, которые просят оградить их от такого соседа, инстанции пересылают друг к другу. Нам пришла отписка только с Ленинской администрации, что мы должны обратиться в ЖИО. ЖИО говорит участковый, решает эти вопросы. Мы обращались к участковому, он приходил, теперь он эти вопросы не решает. В управляющей компании разводят руками. Без согласия собственника навести в квартире порядок невозможно. Неоднократно выходили представители управляющей организации, составлялись акты. Но так как человек не совсем здоров, поэтому общаться с ним просто невозможно. Вменить ему в обязанность убрать свое помещение, конечно, нам не удалось. Единственное, на что могут надеяться жильцы, это суд, который может признать соседа недееспособным. В таком случае Плюшкину положено принудительное лечение. Поговаривают, что мужчина болен. Симптомы сходны с признаками психического заболевания, синдром Плюшкина. Болезнь названа в честь героя повести «Мертвые души» Гоголя. Человека, в общем-то, и пожалеть можно. Но сочувствием проблемы не решить. Болезнь такую нужно лечить. Особенно, когда становится понятно, что окружающим жить рядом с Плюшкиным опасно. Человек накапливает какие-то старые вещи. Зачастую, заполоняя квартиру, в квартире не остается места. В некоторых случаях это может доходить до того, что появляется антисанитария. Могут быть также связаны с какими-то домашними животными, которых явно переизбыток. И в таких крайних случаях, как правило, появляются жалобы соседей, которые уже просто не в состоянии терпеть вот подобную ситуацию. Может быть связан как при каком-то психическом заболевании, например, это шизофрения, например, это последствия травматического повреждения мозга, например, это какие-то старческая атрофия головного мозга, так и может быть проявлением какого-то психологического состояния. Зачастую люди, которые устраивают из своего жилья склад, найденного на улице хлама, стремятся приютить под своей крышей всех кошек района, пережили какую-то потерю, детскую травму и очень страдают от одиночества. Поэтому и стремятся таким образом заполнить внутреннюю пустоту. И здесь очень четко важно понимать, вот где граница целесообразности. Там, например, накапливать старые целлофановые порванные пакеты, это, понятно, уже как бы грань такого болезненного переживания. А, например, сохранить игрушку, которая напоминает о каких-то там годах детства, юности, может быть, для кого-то, какие-то романтические переживания, это нормально. И вот если синдром Плюшкина сопровождает психическое расстройство, то там нужна консультация психиатра, медикаментозное лечение. Если же это психологическое состояние, то здесь зачастую достаточно ограничиться обращением к врачу-психотерапевту или к психологу, который проведет психокоррекцию. Зачастую это может быть связано с каким-то неблагоплощным действием, детством, например, когда семья испытывала какие-то материальные проблемы. Это может быть связано, например, с какими-то психотравмами, которые также имели место в детстве, в юности, и которые оказали вот таким образом. То есть в таком случае за подобным поведением будет скрываться какой-то страх, страх нового, страх чем-то расстаться. Иногда это может быть символическое перенесение на такое поведение каких-то переживаний, которые имеет человек испытывать острый страх что-то, потерять в своей жизни партнера или еще какого-то, но это переносится вот такое символическое замещение. Если добрососедские разговоры не помогают и надежды на то, что все наладится само собой нет, нужно принимать меры. Как вести себя соседям в правовых рамках, рассказывает наш эксперт. В первую очередь нужно постараться снять на камеру мобильного телефона все, что происходит в подъезде. В данном случае это будет несложно, так как сосед захламил даже места общего пользования. Эти видеодоказательства необходимо сохранить на жесткий диск, а когда будете обращаться с заявлением в полицию, прикрепить их. Также, приложив видеоаргументы, можно обратиться с заявлением к нужному специалисту в поликлинику по месту прописки. Исходя из поведения, он представляет опасность не только для себя, то есть устраивая пожары, но и для окружающих. Я так понимаю, что в отношении данного гражданина не раз вызывалась и полиция, и пожарные тушили пожар. В Российской Федерации действует закон о психиатрической помощи. Так вот, он описывает определенные моменты, когда гражданина могут без его согласия освидетельствовать. А заявления о его принудительном освидетельствовании и госпитализации могут подать соседи. Врач-психиатр на основании этого заявления проводит освидетельствование, принимает решение, подлежит ли данное лицо принудительной госпитализации, ну что у него за болезнь банальная, и нужно ли это делать. И направляет материалы в суд, и суд принимает решение, в том числе и принудительном лечении данного гражданина. И снова о соседях. По нашему прямому телефону, номер его вы сейчас видите на экране, запоминайте. К нам обратилась жительница города Шахты, Светлана Семенова. Живет она в многоквартирном доме на улице Парковой. Здесь много семей с детьми, двор ухоженный. Но взялась одна из соседок, женщина совсем уже пожилая, всех соседей, да и детей, что гуляют во дворе, прочь гнать. Ругаются, кулаками грозит, шум ей мешает. Как урезонить воинственную старушку, недоумевает Светлана. Наши эксперты объясняют, как действовать в рамках закона. Есть у нас две статьи, это оскорбление и мелкое хулиганство. В принципе, те действия, о которых вы говорите, они имеют состав мелкого хулиганства и оскорбления. Для того, чтобы этот факт зафиксировать, не мешало бы вот эти все вещи снять, ну хотя бы банально на камеру мобильного телефона, чтобы было видно, что говорит, в отношении кого, как себя ведет. Вот, и с заявлениями по поводу мелкого хулиганства, то есть она как бы вызывающе себя ведет во дворе, там пытается с кем-то, ну там, тягаться, да. Этим занимается полиция, она составляет административный протокол. Административным законодательством предусмотрена административная ответственность за мелкое хулиганство, штраф от 500 рублей до 15 суток административного ареста. Конечно, с бабушкой никто так жестко не поступит, но как бы санкции имеются. Нужно обратиться в соответствующие органы по месту совершения этого административного правонарушения, будет составлен протокол, он будет направлен в мировой суд, и суд вынесет административное наказание. Штраф за мелкое хулиганство, это поведение, которое явно вызывает неуважение к обществу, от 500 рублей до 15 суток административного ареста, этим занимается полиция. А бывает так, что чрезмерная соседская любовь к бездомным животным отравляет жизнь всему дому. Тут у нас полы, и живут они, естественно, тут. Вот куча шерсти, вот, пожалуйста. Такие же клочки валяются ниже этажа. Многодетная мать Светлана Абрамова, например, уже устала обрабатывать хлором кошачий туалет. Таким образом, жильцы делят общие квадратные метры с животными уже больше двух десятков лет. Их, может быть, кто-то подбросил, потому что домофоны-то недавно начали делать, а до этого ж не было домофонов. В подъезд заходи, кто хочешь, подбрасывай кого хочешь. Ну, вот, остались котята, и пошло, 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 пошло. Самостоятельно избавиться от кошачьего семейства жильцы боятся, да и срабатывают гуманные соображения. К тому же коты совершенно дикие и не даются в руки. Нет, они мне в руки не даются. Нет, я вот этих двоих поймал маленьких, которые родились. Они мне там по рукам пытались. Ну, я перчатку удел, я их там не страшно. Хватит, хватит. А так вообще... В общем, поймать их держит. Парень этот, который с этой организацией, который отлавливает. Да, у них сачок. Я думал, он их отстреливать будет. Ну, да. Говорят, у них есть такая трубочка с ядовитой иголочкой. Они засыпают. Он говорит, они засунут, я их подмышку и вынесу. Вырежем, надо попасть, поймать. Там неудобно их отстреливать. Вот. Поэтому, и что делать? Перестать их кормить, перестать. Они здесь сдохнут. Они там сдохнут. Они никуда не погибнут. Это будет вонь такая, что... Ну, а жители всего подъезда говорят, мы травить не будем. Вот так и продолжают жить ростовские семьи в доме 33 по улице Зоологическая, подкармливая усатых бедолаг. В нашем городе работает организация, которая помогает справиться с подобными проблемами. Мы работаем по официальным письменным заявлениям за ядовщик. То есть необходимо написать заявление на имя нашего руководителя, Марине Сталлы Борисовны, указать адрес, по которому обитают бездомные животные, их количество точное, и причины, которые хотят от животных усваиваться. Как правило, в заявлениях указывают причины. Лай по ночам, проявление признаков агрессии, нападения, разведения антибиотерии и прочие причины. Но не всегда сосед соседу враг. Бывает, что близкий сосед лучше дальние родни. Такие и праздники вместе отмечают, из-за дела сообщи оберутся. Все чаще горожане даже не знают, кто живет у них за стенкой. А вот ростовчанки Наталья и Елена стали лучшими подругами. Дети вместе растут, и так по-соседски, то за пачкой соли, то за куском хлеба. Всегда вместе отмечаем. Гуляем вместе, на прогулки выходим. Дети в целом вечерами вместе, то есть все вместе. Валентина Черных с соседками пять лет назад создали совет района, и дружба переросла в партнерские отношения. Вместе проводят субботники и культурные программы, борются за возвращение детсада у медвежонок бывшего здания и не отдают под застройку свою территорию. Мы работаем, советуемся, что делать. Вот по благоустройству вот этой площадки принимали большое участие. Вот дом должен быть здесь стоять. И деревья сажали. Нормальные взаимоотношения собственников в доме – это залог того, что дом будет нормально жить, развиваться, ремонтироваться. В следующем году, возможно, город будет проводить конкурс и выбирать лучших соседей. Таких, что поддержат самые трудные и опасные моменты. Жить дружно у соседей получается не всегда, но постараться надо. Ежегодно 27 мая отмечается День соседа. Давайте постараемся к будущей весне наладить отношения и отпраздновать праздник по-соседски. И жить, как в поговорке – без брата проживу, а без соседа не проживу. Наша программа подошла к концу. Помните, помогать легко, нужно только захотеть. А мы очень хотим вам помочь. Звоните нам по бесплатному телефону 8 800 500 ровно 8 642. Четные цифры по убыванию запоминайте. Всего доброго! Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...